Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Путешествие в Лилипутию. В сокращении. Когда Гулливер проснулся, было уже совсем светло. Он лежал на спине, и солнце светило ему в лицо. Он хотел было протереть глаза, но не мог поднять руку. Хотел сесть, но не мог пошевелиться. Тонкие веревочки опутывали все его тело от подмышек до колен. Руки и ноги были крепко стянуты веревочной сеткой. Веревочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые волосы Гулливера были туго намотаны на маленькие колышки, вбитые в землю, и переплетены веревочками. Гулливер был похож на рыбу, которую поймали в сеть. — Верно, я еще сплю, — подумал он. Вдруг что-то живое быстро вскарабкалось к нему на ногу, добралось до груди и остановилось у подбородка. Гулливер скосил один глаз. Что за чудо! Чуть ли не под носом у него стоит человечек. Крошечный, но самый настоящий человечек. В руках у него лук и стрела, за спиной колчан, а сам он всего в три пальца ростом. Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось еще десятка четыре таких же маленьких стрелков. От удивления Гулливер громко вскрикнул. Человечки заметались и бросились в рассыпную. На бегу они спотыкались и падали, потом вскакивали и один за другим прыгали на землю. Минуты две-три никто больше не подходил Гулливеру. Только по духам у него все время раздавался шум, похожий на стрекотание кузнечиков. Но скоро человечки опять расхрабрились и снова стали карабкаться вверх по его ногам, рукам и плечам. А самый смелый из них подкрался к лицу Гулливера, потрогал копьем его подбородок и тоненьким, но отчетливым голосом прокричал «Гекина-де-гуль!» «Гекина-де-гуль! Гекина-де-гуль!» – подхватили тоненькие голоса со всех сторон. Но что значили эти слова, Гулливер не понял, хотя и знал много иностранных языков. Долго лежал Гулливер на спине. Руки и ноги у него совсем затекли. Он собрал силы и попытался оторвать от земли левую руку. Наконец это ему удалось. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких крепких веревочек, и поднял руку. В ту же минуту кто-то внизу громко пропищал «Толь Гафанак!» В руку, в лицо, в шею Гулливера разом вонзились сотни стрел. Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголки. Гулливер закрыл глаза и решил лежать, не двигаясь, пока не наступит ночь. «В темноте будет легче освободиться», – думал он. Но дождаться ночи на ему не пришлось. Недалеко от его правого уха послышался частый дробный стук, будто кто-то рядом вколачивал в доску гвоздики. Молоточки стучали целый час. Гулливер слегка повернул голову, повернуть ее больше не давали веревочки и колышки. И возле самой своей головы увидел только что построенный деревянный помост. Несколько человечков прилаживали к нему лестницу. Потом они убежали, и по ступенькам медленно поднялся на помост человечек в длинном плаще. За ним шел другой, чуть ли не вдвое меньше ростом, и нес край его плаща. Наверное, это был мальчик Паш. Он был не больше гулливеровым мизинца. Последними взошли на помост два стрелка с натянутыми луками в руках. «Лангро-ди-гюль-сан!» – три раза прокричал человечек в плаще и развернул свиток длиной и шириной с березовый листок. Сейчас же к гулливеру подбежали 50 человечков и обрезали веревки, привязанные к его волосам. Гулливер повернул голову и стал слушать, что читает человечек в плаще. Человечек читал и говорил долго-долго. Гулливер ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой и приложил к сердцу свободную руку. Он догадался, что перед ним какая-то важная особа, по всей видимости, королевский посол. Прежде всего, гулливер решил попросить у посла, чтобы его накормили. С тех пор, как он покинул корабль, во рту у него не было ни крошки. Он поднял палец и несколько раз поднес его к губам. Должно быть, человечек в плаще понял этот знак. Он сошел с помоста, и тотчас же к бокам гулливера приставили несколько длинных лестниц. Не прошло и четверти часа, как сотни сгорбленных носильщиков потащили по этим лестницам корзины с едой. В корзинах были тысячи хлебов величиной с горошину, целая окорока с грецкий орех, жареные цыплята меньше нашей мухи. Гулливер проглотил разом два окорока вместе с хлебцами. Он съел пять жареных быков, восемь вяленых баранов, девятнадцать копченых поросят и сотни две цыплят и гусей. Скоро корзины опустили. Тогда человечки подкатили к руке гулливера две бочки с вином. Бочки были огромные, каждая со стакан. Гулливер вышиб дно из одной бочки, вышиб из другой и в несколько глотков осушил обе бочки. Человечки всплеснули руками от удивления. Потом они знаками попросили его сбросить на землю пустые бочки. Гулливер подбросил обе разом. Бочки перекувырнулись в воздухе и с треском покатились в разные стороны. Толпа на лужайке расступилась, громко крича «Бура-ме-вола! Бура-ме-вола!» После вина гулливеру сразу захотелось спать. После вина гулливеру сразу захотелось спать. Сквозь сон он почувствовал, как человечки бегают по всему его телу вдоль и поперек, скатываются с боков, точно с горы, щекочут его палками и копьями, прыгают с пальца на палец. Ему очень хотелось сбросить с себя десяток-другой этих маленьких прыгунов, мешавших ему спать. Но он пожалел их. Как-никак о человечке только что гостеприимно накормили его вкусным, сытным обедом. И было бы неблагородно переломать им за это руки и ноги. К тому же гулливер не мог не удивляться необыкновенной храбрости этих крошечных людей, бегавших взад и вперед по груди великана, которому бы ничего не стоило уничтожить их всех одним щелчком. Он решил не обращать на них внимания и, одурманенный крепким вином, скоро заснул. Человечки этого только и ждали. Они нарочно подсыпали в бочке с вином сонного порошка, чтобы усыпить своего огромного гостя. Субтитры создавал DimaTorzok